На часах 13.07 в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузьева. В гостях у меня сегодня общественник Николай Пихтин. Николай, добрый день. Добрый день. Слушатели, если у вас есть вопросы к спикеру, вы можете их задать через форму анонсов на сайте хакирова.ру либо отправить смс на номер 8909-720-101. А мы начнем. Сначала хотела начать с политики, но потом посмотрела, обновила новости и думала, начнем со спорта. Потому что подтвердилась информация о том, что паралимпийцев наших отстранили не только от Олимпиады в Рио, но и в Южной Корее. В следующем мы тоже участие не примем. Как вы вообще относитесь ко всей этой ситуации? Не кажется ли вам, что сейчас уже, мне кажется, на паралимпийцах начали уже немного спекулировать, выбивать слезу, что называется? Ну, честно говоря, вы сказали, что с политики не начнем. Это политика и есть. Ну, с другой стороны, да. Это, по-моему, большая политика, то, что их не допускают. Вообще ситуация очень парадоксальная и интересная. С моей точки зрения даже в том, что кто-то написал какой-то доклад, на основании этого доклада делается, когда ни люди, ни сами спортсмены, никто этого доклада не видел, и что там написано, никто не знает. На основании его уже принимаются решения. Ситуация, ну, смешная. А как считаете, достаточно? И трагичная. Вообще наши спортивные чиновники, вообще, в принципе, власть там федерально делает для того, чтобы как-то защитить спортсменов, ну, то есть не только паралимпийцев. Судя по информации, которая идет, в частности, с экрана телевидения, или вот люди пишут в Фейсбуке, юристы и прочие борются, что предпринимают какие-то действия. Ну, похоже, что результатов на сегодня мы не имеем. Похоже, что то ли недостаточно борются, то ли действительно веские какие-то аргументы есть, что их отстранили, но мы, граждане, до сих пор не знаем. Если бы нам хотя бы показали эти данные, то мы бы, может, сами бы спросили с власти, ребят, ну, что делать. А пока даже и сказать-то нечего. Какой-то абсурд идет. Ну, вообще, в контексте всех этих новостей все чаще и чаще так вот смотришь, где-то какие-то форумы, спортивные издания, читаешь, возникает один и тот же вопрос. А что-нибудь может сдвинуть министра спорта нашего со своего места? В принципе, какие-то передряги? Или это уже бесполезно? Я сегодня прихожу по выводу, что ничего уже не сдвинет. По-моему, если даже наши спортсменов запретят выступать за границы, то, по-моему, это уже не сдвинет. По-моему, вот какой-то навечно сидит. И вот когда первый скандал пошел вот по спортсменам по нашим, по Олимпиаде, мне кажется, первое решение должно было быть, что Муту должен был уйти в отставку. Или сам или его отправить. Ну, я на самом деле, да. То есть, когда только-только все это началось, я думаю, ну вот сейчас-то, наверное, самое время, наконец-то он скажет, что-то здесь не так, наконец-то я ухожу. Ну, конечно, ну, поэтому надежды мало, что наши что-то отвоюют. Если это отвоюют, то будет, конечно, хорошо, но, похоже, у нас проблемы-то с допингом действительно в России есть какие-то. Ну, они во всех странах есть, просто где-то больше, где-то меньше. Но мы, говорю, мы не видим. А следили вообще за Олимпиадой Григо? Я, вы знаете, нынче я про Чески не следил. Там и с работы у меня дел очень много. И как-то так вот эта вся атмосфера, она как-то интерес особо не вызывала. Я очень кратко на ночь смотрел где-то, и все, а полностью нет. Если прошлое в Лондоне, я смотрел очень много, то нынче очень мало. Ну, у меня просто, я к чему, наверное, больше задала этот вопрос, не только к спортивным событиям, сколько вот у меня были некоторые претензии, остаются к коллегам. То есть я помню прекрасную Олимпиаду в Сочи, как это освещалось в наших СМИ, как это освещалось в зарубежных СМИ. Я помню, как обижались и журналисты, и спортивные чиновники, и спортсмены, когда иностранные журналисты находили какие-то огрехи в подготовке к Олимпиаде. Там где-то говорили, что вот кто-то из спортсменов пожаловался на некачество отремонтированный номер, ой, да ты капризничаешь. И сейчас я смотрю там по тому же самому Матч ТВ, и то, что говорят и делают коллеги, ты думаешь, ну вот вы же два года назад обижались на это же самое, и сейчас вот вы поливаете, ну, выливаете кучу помоев на организаторов Олимпиады в Рио. Вы знаете, на самом деле, если приглядеться, это дело обоюдное. То есть, что наши находят огрехи, это еще Олимпиады в Рио было, то там что-то не отремонтировано, то там что-то бассейн позеленел, то еще мусор нашли какой-то. Так же и не пишут. Это как бы нормальная ситуация, я здесь ничего страшного не вижу. Ну, то есть, это как-то нормальная, здоровая журналистская месть или что это? Ну, своеобразно, да. Парируют. Они про нас что написали, ага, и сейчас и наши тоже там найдут какие-то недочеты и тоже напишут. Такая борьба с ней, такая идет своеобразная за читателя, в конце концов. Это желтизной попахивает, конечно, но, тем не менее, оно есть. Еще одна спорная тема, которая вот буквально на днях появилась. Насколько я знаю, коллеги, сегодня у нас и с утра в эфире это обсуждали, новые дымковские проекты. Насколько я понимаю, если все пойдет хорошо, весной хотят разукрасить мост, старый мост через Вятку, и уже появились какие-то узоры на доме, про Союзное 4, если я не ошибаюсь, адрес, то есть это вот на въезде в город. Как вам вообще эти проекты в целом, в перспективе? Ну, если видели, я в Фейсбуке уже не раз высказывался, в принципе, как таково, проект, вот что-то разукрасили, в таком плане, он нормально имеет место быть, ничего страшного здесь нет, когда фишка появляется в городе. Но когда это идет уже перебор, то это уже как-то ненормально. Ну, нельзя никогда переборщивать него в чем. А перебор в чем? Ну, то есть я бы вот не сказала, что у нас в городе прям где-то все в дымке, в дымке, в дымке. Ну, это пока воле не дали. Ну, почему? Уже много сделано, и дома на Комсомольской покрашены, у парка покрашены. Ну, то есть из крупных объектов только дома на Комсомольской? Да, вход в парк Кирова покрашен, въезд в Киров покрашен, там еще где-то есть. Плюс еще и до этого были разукрашены стены в городе, там где-то в районе Цумы есть дом, а еще до Джерина они были разукрашены. Так что, а вот, честно говоря, мост, вот я бы посмотрел на него, как он был дымку раскрасить, если с набережной идти, то довольно интересно будет смотреться. Но как бы не переборщить, понимаете? Просто где вот это вот, частенько, да, говорят о том, что главное не переборщить, но Киров город не маленький. Это какой-то должен быть процент взвешенный? Нет, 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 смотрите, я даже больше имею в виду не переборщить в чем. Вот если взять мост, допустим, или вот мы с Обжариной говорили, или дома на Комсомольской. Я бы, допустим, предложил не как сейчас делали, там, ну, чуть ли не вообще стену, а буквально два-три элементика, которые уже покажут, что это мятская роспись, мятский узор, и уже дадут картинку свою. А не просто целиком, так же и мост, вот эти сваи у него, и все прочее. Может быть, сделать, ну, аккуратненькие такие, скрапления как бы. Он уже будет красивым, а не целиком. А вятских узорах мы продолжим после перерыва, буквально минутка. Особое мнение в эфире мы продолжаем. Дарья Топузлива, в гостях меня Николай Питин. Начали мы говорить о дымковских проектах. Вот затронули немного тему там о вятских узорах. Если отвлечься от дымки, то есть сейчас тоже звучит мнение, что вроде бы вот дымка все вот уже надоела, нужно что-то новенькое. А новенькое что? Новенькое, я вам скажу, что новенькое. Вот, допустим, здесь рядышком с вами фасады домов очень ярко, красиво сделали, обновили просто. Это уже новенькое для Кирова, потому что обычно как-то серенькое это красили все это, штукатурили, через рот все облазило. И дай бог, чтобы это простояло. Улицу Ленина вот так на все дома нормальный, хороший вид привозить, приводить в красивую, чтобы надолго было. Уже облик уже изменится, уже красота появится. С историческими домами понятно, то есть с историческими домами проще в том плане, что можно просто восстановить их первоначальный, по крайней мере, облик, и будет уже красиво. А что делать вот, например, с районами по типу юго-западного? Мне кажется, там вот, ну, хуже уже все плохое с этими домами уже случилось в принципе. Нет, мне кажется, там уже ничего не сделали, ждать, пока эти дома в свой срок выработают, их будут сносить, их может что-то новое появиться. С хрущевками тоже ждали, ждали, когда они срок свой выработают, но они стоят, стоят. Ну, здесь, мне кажется, ничего не сделать, и если что-то делать, это потребует очень больших средств. И надо ли это трогать, я не знаю. Ну, то есть, пока лучше остановиться на дымке. Мне кажется, лучше остановиться не именно на дымке, а вообще на приведении фасадов зданий, особенно на главных улицах, нормальный божеский вид. Еще один момент хотелось бы затронуть, опять же, уже после эфира, когда люди вышли вот после этой дымки, разговоры о том, пытались объяснить слушателям, что все это делается там не за бюджетный счет, а за счет спонсоров, но так или иначе, даже не только по этому проекту, но и по любой проект, который возникает, всегда находятся люди, которые говорят, что это за бюджетные деньги. А давайте вот, даже если это до людей все-таки доходит, что это спонсорские деньги, всегда находятся те, кто ударяет кулаком по столу и говорит, а почему спонсоры не хотят отремонтировать на эти деньги больницы, раздать детям, пенсионерам, ну, то есть, куча вариантов. Знаете, это у нас беда общества, это очень часто, я встречаюсь, я сам в фейсбуке на это стал реагировать довольно резко, когда человек действительно предлагает, там, давайте вот, или бери, нас уходит спонсор, уже, который начинает, вот, нынче дороги делали, и тут же началось, ой, а зачем здесь делали, давайте в другом месте лучше сделать. Это постоянно такая, я как бы резко реагирую, пытаюсь не обращать внимания, но приходится просто как-то комментировать, как-то, людей пытаться убедить. Это постоянно, ой, нет, почти с ним никого, они все равно, почему у меня у дома там травку не покрасили, чем дома красить, лучше у меня травку покрасили, это постоянно идет, так что, не знаю, как с этим бороться. Тем более, если есть деньги спонсорские, но спонсор решил вот так, и все, он хочет так, почему он уже, в другом месте, что-то делать, то, что ему не нравится. Русская эмиратная традиция залезть в чужой карман. Да, русская, справедливо, и я бы таким людям просто посоветовал, сами найдите спонсора, который у вас там что-то приведет в порядок, вот и все, и вопрос решается. А, да, и по тому, что вот, в частности, вот эти с раскраской, дымкаски, да, то, что там небюджетные деньги, я бы порекомендовал организаторам опубликовать документы, которые доказывают, что это небюджетные деньги, а то слухов много идет, а слухов не было, да, опубликуйте документы, вот сметы там, еще что-то там. Потому что, да, сколько времени уже прошло с домами на Комсомольской, вот как сегодня выяснилось, слушатели звонили, многие до сих пор считают, что все это раскрашено было за бюджетный счет. Да, так что, пусть опубликуется, нормально будет. Теперь все же к политике. Более 30 жалоб на партии кандидатов получил областной избирком, касаются они в основном агитации, а вам уже сейчас вот избирательная кампания набирает обороты, приводилось уже встречаться где-то столкнулись с сомнительной какой-то агитацией, черным пиаром очевидным. Вот вы знаете, я уже столько выборов перевидал, что я на это как-то довольно спокойно реагирую, но нынче я отметил бы интересный для себя момент, в чем, что абсолютное большинство партий, вот этой чернухой, как называется, они не занимаются. Они начинают себя воспалять, там, и так далее, свои какие-то подвиги, рисуют там, про проекты на будущее, там, и так далее, а других, как бы, не трогают. Большинство партий, кроме одной, не было говорить в эфире, а та, да, та по-старому, занимаются чернухой, всех поливают грязью, там, и так далее, и так далее, это и есть такое дело. А как вообще оцениваете уровень местных вот политологов, я не знаю, маркетологов, как это назвать, вот политтехнологий, потому что, политтехнологий, да, так вот ходишь по городу, где-то что-то слушаешь, там, телевидение, то же самое, радио в эфирах, и кажется, что вот от избирательной компании к избирательной компании ничего не меняется. Так и есть. То есть вот все, мне кажется, мы где-то застряли на уровне героя, я не знаю, помните ли вы, слушатели, Боголепова и Зубойна Силы, который вот этих вот куриц раздавал, и вот он, такая квинтэссенция была русского пиара политического, и где-то все вот здесь вот. И то есть мне интересно, как это происходит, неужели люди сами, не знаю, вам больше вот с обычными людьми доводилось общаться, когда у нас перед выборами, как черт из табакерки, выскакивают люди, которых никогда до этого не было, и они начинают там творить добро. Не, понимаете, здесь надо как-то глубоко вникать, я, честно говоря, сейчас не готов вот как-то твердо ответить, почему, потому что кто виноват, то ли политехнологи сами, то ли заказчики виноват, или политехнолог не предлагают заказчику что-то новое, или заказчик говорит, нет, давай вот как прошлый. Ну, политехнологи, соответственно, командой подбираются, которые вот это все и делают, которые как, ну, так можно сказать, я инотарь выражаюсь, но авталином пахнет уже все, уже прошлый век. То есть у меня больше подозрения на то, что заказчики, они хотят вот это, ну, соответственно, вся команда подбирается, это и делает, что заказчик сказал, а не сами политехнологи. То есть они не воспринимают свежее. А есть вариант, что заказчики не воспринимают свежее потом по той простой причине, что они нацелены на того избирателя, который не воспринимает свежее? Нет, нет. Это уже в голове, так сказать, у них устоявшийся стереотип такой, они вот по страничке все делают, делают и так далее. Вот одна партия, нынче у нас идет, как я вот, выскачиваю из головы, они пошли по новому пути, у них креативно, вся информация, наглядная агитация и все прочее, креатив. Видно сразу, что поработали серьезно люди, современные, приятно посмотреть, конечно, и у них сами лозунги, сами общения, вот идет с населением, я так читаю, ну, вполне современно, вполне хорошо. Остальные, ну, посмотрите, у нас руководители всех партий уже далеко за 60, даже за 70 партий. Ну вот, просто возникает такое ощущение, что все это варится там в собственном соку, вот годами, 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 никакой молодой, свежей крови нет? Нет, я не вижу. Ну, единственное, у нас, здесь я уж как бы назову, с провороса, они нынче меня удивили, очень много молодых пошло, не знаю, там они пройдут, не пройдет, кто-то пройдет, кто-то не пройдет, но это уже новая струя, и видно, уже отношение совсем по-другому пошло, строиться стало. Ну, по-справедливо-русски говорят, переборщили немного с молодыми в плане агитации. Нормально, это нормально, это не переборщили, это нормальный ход, они пробуют, ищут, что новое появилось, вот, о чем вы спрашивали, что старый год, вот новые элементы появляются, это хорошо, новая струя, новые идеи, мысли, другие новые, концептации появляются, за которых я очень рад, которые появились сейчас и пришли, так сказать, пробуют попасть в политику. Ну, если тему выборов продолжать, но уже не этих выборов, не 16-го, а следующих, 17-го губернаторских, Игорь Васильев, ну, уже прилично давно заявил о том, что он все же намерен принимать участие, то есть, как вот его шансы сейчас вы оцениваете, на данный момент, то есть, еще до того, как стали очевидны какие-то там, плюсы, минусы его деятельности на посту города региона? Хороший вопрос, если представить, что выборы были бы в этом воскресенье, как часто бывает, мне кажется, мне было такое ощущение, что если бы у Русбера были следующие воскресенья губернатора, он бы мог набрать где-то за 70%. А за счет чего? Новый человек, он уже себя как-то проявил, и с бизнесом встречался, и с производственниками встречался, и с общественниками встречался, где-то там, и в кафе зарисовался, и так далее, это все плюсы дают, плюсы ситуация тоже с Белой случилась. Она ему... На контрасте? Да, на контрасте, да, она сейчас сыграет большую роль. Плюс у людей появилось, которые были недовольны деятельностью Белых, или вообще как бы в стране, там, недовольны, они сейчас как бы какую-то надежду увидели, получик, что вдруг вот он придет, и вот что-то сможет поправить. А вот, ну то есть новое лицо, это всегда какие-то дополнительные голоса в копилку? Нет, нет, от личности зависит. Просто, возможно, тогда Васильеву стоило бы появиться попозже, если он действительно хочет стать губернатором Кернского области, то есть если, например, сейчас вот он там пару месяцев гуляет, и вы ему уже 70% даете. Вы знаете, мне кажется, что он не столько хотел, пока ему не предложили, он не хотел губернатора. Ему предложили ее... Вряд ли он вообще задумывался о Кернском области. Да, вряд ли он совсем задумывался, да, ему предложили, он согласился, и у него сейчас шанс есть стать хорошим губернатором, о котором, вот помни, как, например, был Бакати, про там, секретарь Абкома был, но тем не менее, который до сих пор запомнился людям, все, все вот, очень многие его помнят. Как раз вот такими резкими, серьезными шагами, таким хорошим контролем, добрым, не в том смысле, что нагоняй, давать там всем, ну, серьезный профессиональный контроль. Но вот если говорить о шагах, вот, чтобы Васильеву сейчас не растеряли эти очки, которые он заработал, лучше действовать как? То есть, действительно, все начать менять, перетряхивать систему, или вот аккуратненько, по встречам, по... Только аккуратненько, только аккуратненько, дальше, очень активно быть в информационном поле, не пропадать, что люди уже привыклись, белых, который был постоянно, и поэтому эту вещь нельзя ни в коем случае выпускать. То есть, это, прямо скажем, это завоевание было такое определенное, что вот он был информационно очень открыт. Я бы, Васильеву таким же оставаться. уход со своих постов сейчас зампредов Алексея Вершинина Сергеевича, Сычкова. жалко. Жалко, как людей, или жалко, как чиновников, которые неплохо справлялись со сильной обязанностью? Чиновников. И как людей, я знаю, но одного поменьше, одного побольше, и как людей жалко, и как чиновников, которые, в общем-то, и не так давно начали работать, и могли еще, мне кажется, очень много сделать, и довольно громадно работали. Ну, в плане каких-то, возможно, заслуг, на Ваш взгляд, потому что, после того, как появилась сначала информация о Сергея Щерчкова, потом об Алексея Вершинине, Вершинине, как водится, посыпая весь комментарий о том, что, ну, соответственно, этот развалил одно, этот развалил другое. Ну, это всегда так бывает, когда смена идет. Если бы губератор его под них бы оставил, то говорили бы совсем другое. Видео, там, они создали это, создали это, и вот он их и оставил. На Ваш взгляд, как общественника, кто достаточно плотно, там, в свое время сотрудничал с чиновниками, вот эти двое, чем отличились на своих постах? Ну, Вершинин очень, опять же, информационно открытый был, он часто на публике появлялся, и без комплекса, безо всяких, как нормальный человек, это его заслуга, то есть, конечно, это большая заслуга. Я Вам дальше больше скажу, вот он работал в ТВ-управлении Ленинска, он постоянно где-то в районе появлялся, где-то что-то бегал, что-то делал, он ушел, появился там новый, который вообще не видели, не знаю, кто он такой, и что он там был. Вот разница. А стоит ли ожидать, что следом за ними потянутся еще люди, то есть, те, кто тоже приходил по приглашению Никиты Юрьевича? Мне кажется, я не исключаю, мне кажется, да, такие отставки возможны, но понимаете, что новый человек, он под себя команду берет это нормально, так оно и должно было быть, так что, кто у него будет, где кадры будут, это большой вопрос, с кадрами, конечно, дело очень тяжелое. Ну вот, да, а для Васильева это сейчас больше плюс, потому что есть возможность подтянуть своих людей, или все же минус, потому что этим людям придется тут вот, они окажутся как рыбы, он не собирался к губернатору, у него вряд ли свои люди есть, а за такой короткий срок кого-то найти, но не так просто, это надо знать и уверенно быть, что этот человек будет работать достойно, и что это профессионал, и здесь главная оценка, это всегда, и все люди оценивают, что был профессионал, не свой человек, а профессионал, тогда да, тогда нормально будет. А возможно, есть у Вас там мысли, кто еще может в свет за Вершинивым и Щерчковым идти? Ну вот, поясни, ну вопрос большой, неизвестно, а остальных так, Галицких вряд ли, Ковалев тоже вряд ли уйдет. Больше Матьфея тоже я сомневаюсь, что он уйдет. Так что больше пока я как бы не вижу. А идея, кстати, о том, чтобы сократить в принципе количество зампредов, как Вам? Ой, я даже, я видел как бы его высказывание, я отношусь к этому абсолютно хладнокровно, потому что, ну это ему решать, как там, будет у него 5, 10 или 2, там, ну в конце концов, для самого семья, для него будет работы больше или меньше. Пусть он сам решает. Ну то есть, по сути, для области, как таковой, количество зампредов роли не играет, это все внутренняя работа. Мне кажется, да, и даже сокращение пройдет, то вряд ли будет кадр, а экономия, эти деньги будут перераспределены куда-то там, так что, мне кажется, не играет большую роль и не надо вообще на это обращать внимания. Важно, он руководитель, с него спрос, а сколько он будет себе там держать замок, если из бюджета они из своей статьи не выскочили, ради Бога. Прервемся мы на небольшую рекламную паузу и после продолжим. Для тех, кто только присоединился, напоминаю, в эфире особое мнение в студии Дарьи Токузлеева, в гостях у меня сегодня общественник Николай Пихтин. Следователи проверяют факт избиения школьницы. Для слушателей, если кто не читал, не слышал, напомню, подростки засняли инцидент, выложили в интернет, на записи видно, как девушка избивает сверстницу, происходит это все со зданием Кировской школы-интерната. Новости, правда, уже пару дней. На тот момент ее написания было известно только, что личности подростков и обстоятельства устанавливаются. Возможно, и сейчас они уже установлены, но пока от следователей никакой информации не поступало. Подобные инциденты, вот они периодически всплывают. На ваш взгляд, особенно в свете постоянных разговоров о ювенальной юстиции, кто должен отвечать за подобные выходки? Сами подростки? Или это нужно переложить на плечи родителей? Они уж пусть там сами решают, как наказать нерадивое дитя? Не, ну, во-первых, кто совершил это преступление, тот должен отвечать. Здесь это назначено. Но родители, стороне не должны оставаться, и с ними нужно проводить какую-то работу, безусловно. Но, кстати, вот в этих всех избиениях есть еще один момент, на который, так сказать, порой бывает очень резко высказывание, порой как-то забывают. Это о тех людях, которые стимали все это. Их роль как бы в общем-то. Здесь публика делится на две группы. Одни говорят, что, а что он снимал, а не разнимал. Надо было разнять, а не снимать. А другие наоборот. Вот я сторонник того, что то, что человек снимал, он практически сделал очень доброе дело. В скром смысле. Он показал, что вот это происходит. Если запрещать снимать, потому что такие вещи происходят, но их мало снимают. Я всегда думала, что те, кто снимают, это люди из одной компании с теми, кто избивают. Да какая разница? Я имею в виду, что они предали огласки. А если этого они делать не будут, а такие избиения происходят очень часто, а про них никто не знает. Или школа замалчивалась, родители там как-то договариваются, и все тихаря проходит. А здесь получают огласку, получается реакция нормальной и общества, и правоохранительных органов, и педагогов, и так далее. Так что тут принижать роль-то нельзя. Я бы наоборот сказал, пусть снимают. То есть то, что, на самом деле, это очень интересная точка зрения, потому что обычно, наоборот, все говорят, вот мало того, что они избивают, так они еще снимают это и выкладывают в сеть, таким образом свои вот эти вот подвиги выпячивают, а тут вот вы считаете, что это все же плюс, потому что есть, грубо говоря, доказательства. Да, реальные доказательства получаются, конечно, и народ узнает. Ведь то, что мы, допустим, избивали школьницы, мы их сами не знаем, но кто-то рядом в окружении знает и посмотрел, и родители как-то реагировать будут там, почему, думаю, и дождь били, и сына там, или еще кого-то били. То есть реакции будут. А если бы этого не было заснято, ну, тихоря бы, просто никто бы не оснастил. Пришла бы дочка домой, вся избита, и все, ну, все бы закончилось. На самом деле, тут еще родителям вот этих малолетних нарушителей всегда можно сказать, дочь, ты что, глупая? Конечно. Кто снимает преступление на видео? Я говорю, здесь вот, здесь может быть, но я считаю, вот такая точка зрения моя, что этих людей, ну, пожурить надо для воспитания, для профилактики, пожурить надо, наказывать как-то, их нельзя. Еще одна тема, которую я хотел бы... Я как журналист, который попал в какую-то тяжелую ситуацию, и он же описывал, он же не разгребает, там, да, все зафиксировал, да, он так, ну, а там уже потом люди в погонах разберутся. Конечно, конечно. Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить, пожарных могут наделить правом приостанавливать работу предприятия на 90 суток уже после первого нарушения, сейчас это могут делать при повторных таких-то нарушениях. Речь, правда, идет пока только о нарушениях, которые были допущены в период особого противопожарного режима, ну, например, сейчас, по-моему, как раз у нас в регионе какой-то из них действует, вот на фоне трагедии в столичной типографии, не кажется ли вам, что это не столько способ опять как-то обезопасить бизнес, людей, там, и тому подобное, сколько вот опять возможность заработать, потому что, как практика показывает, проверяй, не проверяй, все равно эти трагедии происходят вроде бы в тех местах, которые должны проверять, одними из первых. Вы знаете, когда в Перми был пожар в кафе, и там занялись все же пожнадзором, одного сняли, там, кого-то наказали, я думал, что вот эта точка смертной, можно... Ну, тогда, да, тогда казалось, что сейчас-то все начнется. То есть у нас проверяющие не отвечают по полной программе. Вот эта же типография сгорела, там, ужасное количество людей сгорело. Мне кажется, одним из первых должны пожнадзор. Они-то где были? Они для этого существуют, чтобы прийти и пресечь, посмотреть там выходы, эвакуации, там, пожарные, и так далее, и так далее. Они где были? Скорее всего, они просто там кормились. Потому что здесь покируют, во всяком случае, сколько я с людьми встречался, они так и заверяют. Они приходят, чисто для галочки, что-то садово поиметь. Вот и все. И, кстати, вам известно или нет, факт в Грузии такой был, ну, как мне рассказывали люди, которые там работали, что Саакашвили, когда пришел президент, там несколько совещаний проводил по пожнадзору. Слушал, слушал, выслушивал. Вот на последнем совещании я сказал, все, сейчас по пожнадзору больше нет. Это все дело через страховую компанию. Есть фирма, производство через страховую, страхуйте от пожарных и так далее. А страховая, еще хуже пожарных, но зато они это несправедливо все это сделают. Потому что у них совсем другая выгода. Они отвечают за это своими деньгами напрямую, а пожнадзорные ничем не отвечают. Ну, позволь ясно. По сути, в принципе, можно сказать, что это, ну, грубо, возможно, но бесполезная структура, которая существует только на том, чтобы зарабатывать деньги. Я считаю, да. Я считаю, да. И то есть наделение ее сейчас каким-то дополнительным полномочиям? Я вам такие фактики мелочи скажу. Это факт был, реально. Они приходят проверять там социальные учреждения, пожарные. Каждый год, оказывается, по их нормам, на сантиметр, на два ширина для поддверного проема увеличивается. Значит, надо переделывать. Они пишут замечания. Эта организация переделывает этот дверный проем. Но когда люди пришли сами в Поржнадзор, там такие дверные проемы, что я еле прохожу. Бочком, бочком. О чем говорить? Ну, в общем. Если говорить об организациях, вот все больше российских компаний переводят сотрудников на удаленный режим работы. По крайней мере, об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. На то удобно. Опрос проводился среди сотрудников малого, среднего и крупного бизнеса. Всего 500 предприятий, насколько я помню, в 8 федеральных округах. В большинстве случаев удаленно работает не более 10% штата, но если смотреть в динамике годами, то с годами эта цифра постоянно растет. Вот вы сами бы, если, скажем, лет 15-20 назад в Пору активной работы предпочли бы работать удаленно или все же в офисе с коллективом? Нет, это все зависит от работы, которая есть. Ну, понятно, что мы там не берем специфику работы, то есть одно дело рабочие на сельмаши, которые не сможет работать. Нет, нет, это я понимаю. Просто сейчас очень многие даже прилигнитесь в офисе, он как работает, он садится и целый день за компьютером сидит. И у Карла сцени сидит, думает, если он будет выполнять то же самое работу. Но если для работодателя это несколько удобнее, то есть нет рабочего места, нет стола, стула, в конце концов, и тому подобное. Кому-то это удобно, плюс в этой сфере очень много работает программисты, занимаются, плюс сейчас начали продажами заниматься удаленно. Намекация нормальная, современная тенденция 21 века, и ничего здесь страшного нет. Уход там от денег, конечно, есть какой-то небольшой, хотя здесь надо глубже смотреть, здесь может быть не столько уход, сколько оптимизация. Так что я вот этого ничего страшного не вижу, и мне кажется, цифры будут расти постоянно. Ну а с точки зрения, вот если бы вы поставили себя там на место руководителя, у кого, ну пусть даже 10% штата работают удаленно в плане контроля. А вот результат, результаты отследить, ну проблем не составляет, если нормальная работа построена, и сам руководитель понимает, что он должен от него получить, от работника, то никаких проблем я не вижу. Интернет сейчас скоростной, все это быстро делается, оперативно, порой даже, кстати, оперативнее происходит, чем реальный человек работал. Пока начальник до него дойдет, то все, а тут он в гостинице за компьютером все решили. Ну плюс еще дорога из дома и домой, это то время, которое тоже можно было бы проводить за работой. Здесь одно, ну есть такое, как сказать, по-человечески, что ли, у меня был там такой момент, когда я какой-то небольшой срок дома сидел, пытался дома работать. Я столкнулся с тем, что неудобно, что где-то поспать побольше. Самоконторий. Где-то лишние рада, лишний раз сходил поел, перекусил, где-то лишний раз перекусил, перекурил там и так далее. И вот это, чувства работы-то его нет. Не знаю, может сейчас молодежи по-другому, но вот чувства работы у меня не было. Ничего не по-другому. Но на самом деле люди, кто долго работает уже удаленно, они советуют просто дома выделять какое-то место, которое, ну, будет хотя бы имитацией рабочего места. Я в конце концов у себя примерно это и сделал. И стал вовремя вставать и как по графику, как по режиму работать. Вот, потому что лежа на диванчике наверное все равно не получится. Это расхолаживается, и производительность падает, и так далее. это вот. Ну, а с экономической точки зрения, если все-таки делать поправку, что мы там нигде-то не в Европе, не в США, а в России живем, вот, то есть и сейчас-то достаточно трудно контролировать поступление налогов, этот, и ДФЛ злосчастный, куча серых этих зарплат, ну, то есть тут хотя бы как-то через трудовую еще что-то можно где-то проконтролировать. А тут, если у тебя все работники, ну, или 50% штата работают удаленно, то есть совсем уже концов-то не сыщешь, есть человек, нет человека. нет, нет, если организация серьезная, то она, скажем, удаленно заключает договор, это все прозрачно, это все видно, и оплата, скорее всего, поступает со счета фирмы, там, на карточку, и еще как-то. Здесь, мне кажется, особая проблема, я и не вижу в этом. То есть те, кто работал нелегально, они... Дальше, есть в гинансе такое, вот, очень многие интернет-магазины переходят на удаленную работу, но, чтобы работнику выплатить зарплату не ученкой, серой, так, то у фирмы должны появиться серые деньги, а интернет-магазины у них нет серых денег. А, ну, то есть все в любом случае открыто получается. Еще открыто получается. И не еще оплатить, просто на просто. Поэтому все открыто, все прозрачно получается. Это было особое мнение Николая Пихтина, работали мы в прямом эфире, удаленно это сделать не получится, у нас один из тот видов работы, когда об удаленке никакой речи не идет. Дарья Топузлива, мы с вами еще в течение дня услышимся в новостях. Николай, вам до свидания. Спасибо. До свидания.